Блин, хорошие тут завтраки в отельчике, даже шутка по-викински есть. Вот удочка порубленная, лодочек, ну типа кейщик какой-то, и в минчике. Наконец-то, большого экрана, большого экрана, я мечтал об этом. Ну, все сбылось, спасибо. Зашли купить новый телефончик, чтобы было удобно фотографировать и работать, и нам еще в подарок достался бесплатный телефон от China Mobile за 100 юаней, вообще с 16-геробайтный, тоже с тачскрином, нормальный телефончик, 15 баксов. Венирке, багажная бирка, здесь указывается имя, фамилия, адрес и телефон, чтобы багаж не потерялся. И вот, например, такой браслет с фитатрожайкой, который сворачивается, цепляется на руку. Вот, кстати, стенд компании, которая делает металлические части под заказ. Казалось бы, да, если вот просто выставиться, то будет куча железяк вот таких, как вот они лежат. Они сделали это более оригинально, они это раскрасили. Вот здесь такие вот яркие детали на листах разных цветов. Вот еще сзади меня вот пацанчик такой веселый. И это все смотрится намного приятнее и привлекает внимание. Всегда есть решение. Это моя мама и моя родственная мама. Это семья, да. Компания, пожалуйста. Окей. Смотрели на какой-то прям крутой большой сычуанский ресторанчик. Сычуанская кухня славится своей остротой и мы прям любители. Да, походу мы не ошиблись. Это просто праздник. Все, что мы так давно хотели. Все остренькое, с красным перчиком. Смотрите, еще не снимал влог. Но тут совершенно место для вливания специально. Если что, вот вам корзинка. Хорошо подни пакет, как в самолете. Снова доброе утро. Кстати, хочу порекомендовать вам отельчик в Шанхае. В Шанхае вообще довольно дорого и отелей хороших не так много. Где вы можете вписаться там в цену долларов 60-70 за комнату. И вот один из них, это отель называется Компаниль. Я так понимаю, их несколько, но мы восстановились в том, который возле Шанхаи National History Museum. В принципе, от Нанкинской пешеходки и от Нарудной площади примерно минут 15-20, ну или там 10 минут на такси. И возле речки отель находится. И очень хорошие здесь завтраки. Все новенькое. Классная цена. Насчет завтрака вообще просто респект. Офигенный. Все, есть и западная еда, и китайская. Я сейчас покажу, что есть. Вы, я думаю, оцените. Ну, по крайней мере, за 60 долларов, за там 350 юаней, за двухместный номер. Это очень хорошее предложение. Ну, во-первых, здесь хороший кофе. Стоит кофемашина, здесь есть все виды кофе. Кофе действительно не китайский. А если вы в Китае частенько, то знаете, что в Старбаксе стоит кофе порядка 35 юаней. Это 5 баксов за чашку. Это же больше. И хороший кофе найти не так-то просто. Для того, что я желал только что себе покушать. Здесь есть большая такая стойка с выпечкой. У меня отдельно тоже карбина с багетами. Это вообще не типично для Китая, но здесь это вкусно. Там и шанхайская лапша жареная. Вкусная, кстати, с овощами, с мясом. Есть обязательно яичница. Я считаю, обязательный элемент. В общем, если вы захотите наесться на завтрак, то вы тут наедитесь до отвалов. Есть все и мясо, и морепродукты, и овощи, и тосты, и свежий хлеб, и соки натуральные, натуральный кофе. Все говорят на английском. Китайцы тоже молодые здесь останавливаются, но и иностранцы, естественно. Это все, можно сказать, в центре Шанхая. Так выглядит наш отельчик. Такой приятный дизайн. Что круто, что он новый. Когда делаешь что-то новое в Китае, то постоянно есть такой большой трафик различных образцов, тестовых моделей. Выкито из Китая, туда-сюда. Это, конечно, занимает и время, и стоит много денег. Иногда приходится тянуть это все на своем горбу, как говорится. Вот сейчас я везу в чемодане образцы. Часть комплект муфт в обгонных. В Сереге рама, колесо. Также еще одна рама у меня в чемодане. И все это мы сейчас передаем нашим поставщикам, которые повезут это вместе со своими стендами, с образцами продукции, повезут свой завод. А мы тянули это из Харькова. Приходится это делать, это важные моменты. Век живи, век учись. Даже когда вы отмечаете и каталоги, и контакты, и делаете фото стендов, визиток. Делайте еще фото номеров стендов. Когда пишите, например, забрать образцы, пишите, с какого номера стенда нужно забрать образцы в последний день. Потому что у нас, например, тут порядка десятка контактов, у кого надо взять сегодня образцы. И даже чтобы пробежаться по всем, нужно спланировать где, в каком холле, какие номера стендов, чтобы все это найти. Так что делайте это заранее. Такой вот лайфхак с выставки. Я говорил, веерок какой сделан. Можно помахать, если жарко. О, хорошо. А можно с двух рук. Мне похлопать, да, не получится. Ну, хлопал где такие, да, у китайцев есть. Причем, блин, абсолютно дебильная здесь нумерация вообще. Не по рядам, а непонятно как. Абсолютно нереально найти по номеру даже стенд. Я уже сказал, что здесь вообще проблемы с навигацией на этой выставке. Потому что номера стендов можно найти только на бумажной карте. Набрали мы, короче, образцов. И в итоге, чтобы не везти никуда, тут же нашли Шинфэнь, Safe Express, то, что называется. Самая известная заставка по Китаю. Сейчас вот отправляем 4 места у нас. Пока что запакованные нами, вечером их запакуют в ящики. 4 места уходят в Кихин. Сегодня у нас город Тайчжоу. Это от Шанхая ехать где-то часика 3. Скоростным поездом едем на фабрику. Производитель порошка. Точнее металлических изделий из порошка. Порошковая металлургия. Как бы это относительно новая отрасль. То есть многие детали можно делать не фрезерованием, не литьем, не штампов, а именно спекать из металлического порошка. Будем рассчитывать изготовление наших уникальных деталей таким способом. Отначала мы выпьем по чашечке кофе и берем такси в Ханчао в Ходжи-Жан. Находим в Ханчао вокзал. Уже приземлились в Хуанчжоу. Настолько легко сел самолет, что не было вообще даже никакого ни удара. Не почувствовали приземление. То есть он мягенько сел, поехал. Все. Вообще, насколько круто. Решили, короче, купить мы лапшу, которую можно запарить вот в дорогу в Ханбиэммиэн. Оказывается, на всем вокзале, всех магазинах, нигде вообще практически, везде, где продают снеки, продают какую-то сушеную говядину, там, какие-то сеты. Ну, короче, лапши нету. Запретили продавать. Видимо, китайская железная дорога взяла на себя монополию себе взяла. Хорошие бизнесмены все директивно решаются. Говорят, запретили. Нету ее. Лапши здесь нет. Ну, в общем, здесь тоже поездах, погонах уже тоже не продают лапшу. В общем, запретили. То, что мы там постоянно ели лапшу в поезде, но обычно китайцы едят, и почему-то сейчас захотелось тоже. И оказывается, уже нельзя. С точки зрения цивилизации, комфорта, это правильно, потому что куча мусора и, в общем, запах еды и так далее. Здесь идет китай в сторону, цивилизованная страна. Как я уже говорил в других видео, когда приезжаешь в какой-то регион, какой-то маленький город, и на вокзале вот уже борды с рекламой компаний, которые расположены здесь. И, например, Тайчжоу, это город Пресформ. И вот Молд и так далее, вы сразу видите даже на вокзале. Приехали мы в Тайчжоу, нас встречают. И я говорю, ну что, поехали на фабрику? Он говорит, ну, сейчас уже 11.30, время обедать. После обеда поедем. Обедать в Китае, это святое. Ничего смотреть на фабрике, когда там никого нет. Вот мы прошлись, по первому этажу заказали. Сейчас идем, садимся на стол и могут выносить блюдо. Нет, 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 нет. Но это новое, да? Нет, новое, да. Автоматический риск. Автоматический риск. Показывает презентацию компаний. Любому специалисту нужно лезть. Мне еще лет 10 назад тоже очень сильно она нужна была. Сейчас что-то мешает. А он еще находится в том диапазоне, когда, наверное, он является, я так уверен, что это ведущий специалист завода. И он все это делает профессионально, действительно. Так, фух, блин. Конечно, коммуникации, блин. Да, иногда про с кучей технических терминов и с непониманием праздниц, скажем, менталитетов и опытов. Но мы были сегодня молодцы. Мы, да, молодцы, дожали. Даже лучший вариант в итоге получился, чем мы предполагали. Мозг кипит вообще просто. Не кипит. Единственное место, где они не разрешили снимать, потому что у них запрещено. Но я вам покажу чуть-чуть хотя бы. Большая презентация. Байка, крутим видео, показываем представителям фабрики. Вернулись мы домой. Точнее, еще не вернулись, но приехали снова в Шанхай. Довольно прикольная штука. Впереди едет машина. И у нее на дорогу проекцируется видео, реклама. В шанхайском ЖД вокзале Хванчао. Кабинки в туалеты с электронным табло. Вагонная, занята. Я думал, вначале тут какая-то серверная или сейфы, строили там мокеры. Несмотря на то, что сегодня уже выходной, суббота, у нас это, можно сказать, рабочий день. Сегодня снова приехали на фабрику. Приехали в город Нинбо, на другую фабрику порошковой металлургии. Надеюсь, что до вечера закончим и в Шанхая отдохнем. 0-3, 0-3 истинно. Довольно-таки неплохо. Точность обработки, сложности. Хочу взять именно ее? Да, я хочу видеть. Брекеты даже делают. Сейчас, короче, на другой фабрике порошковой металлургии. Сейчас запекают металлический порошок. И из этого делают различные сложные детали. Например, те же там брекеты делают именно таким способом. Даже после закалки не повело. Цена работа. А вот как выглядит эта печь. И все это дело запекают. Дрение, конечно, блин, вообще жесть. Для кофе? Кофе мерзи? Да, да. Кофе мерзи. Я думал. Я думал, в оружии, да. В этом, в пневматике. Делается плонжер внутри здесь. В общем, ребята, с помощью этого способа можно сделать, конечно, абсолютно все. Просто запечь, как пирожок, как вот пластик, в принципе, в пресс-форме делают. Точно так же сделают с металлом. Потом обрабатывают поверхность, шлифуют, доводят на нужную чистоту и все. Практически в каждом заведении Китая висит вот такая вот табличка синего цвета, на которой показан уровень санитарии в данном заведении. В принципе, такой светофорчик. Зеленый, желтый и красный. Оно говорит о уровне гигиены и уровне санитарии в этом месте. Что интересно, вот здесь вот зелененький смайлик, то есть это наивысший уровень. Это заведение называется Secret Recipe. Это известное такое заведение в Шанхае на западный манер. То есть здесь хорошо все с гигиеной. Есть заведения, которые, в принципе, на них висят таблички с красным смайликом. Типа не подходите, не ешьте. Тем не менее, они работают и кормят людей. И люди тоже едят, несмотря на то, что есть красный смайлик. На самом деле бывает даже очень вкусно в них. В нашем отельчике еще какой-то проходил какой-то съезд. Какая-то китайская звезда приезжала. И вот они его провожают, говорят, прилетающего. Сегодня отдыхаем. Приехали на Шанхай Кэ Чи Гуан. Shanghai Science and Technology Museum. Здесь есть рыночек вещей брендовых и достаточно хорошего качества. Я его уже показывал в предыдущих видео, кстати, смотрите. Сейчас пойдемся, чтобы купить подарки, сувениры. Хорошее место здесь. Так, что здесь можно покупать на этом рынке? Я уже показывал, опять же, в предыдущем видео, как торговаться. Покупать можно шелк, потому что регион по шелку находится рядом. Это Ханчжоу. Покупать можно, в принципе, обувь. Если вас устроит качество швов, не будет клея, там будут большие размеры. Электронику, в принципе, не рекомендую здесь покупать. Это все-таки для этого Гуанчжоу, Шинчжэнь. Есть хорошего качества куртки. Зимние, лыжные, спортивная одежда тоже хорошего качества. Сумки тоже здесь не рекомендую покупать. По сумкам здесь качество хуже, чем должно быть. И в основном это пи-ю, не натуральная кожа. Ну, в принципе, шанхайские сувениры. Различные палочки, брелочки, статуэтки. От 3-5 штук по довольно хорошей цене. А, и рубашки, тенниски тоже очень хорошие. Довольно хорошего качества. Водонепроницаемые рюкзаки. Патагония. Качество офигенчик. Хотя, вот швы. Снова у нас тут шоу. Снова торги. С 380 до 120. С 800 до 200. Если даже не в 10 раз бывает местами. Если мелочь, то с 1000 до 100. На заднем плане француженки учатся торговаться с китайцами на китайском. Очень скромно так. Очень тихенько. Пока еще с трудом получается. Но для них эта цена устраивается. Если вы тут уже, конечно, с какой-то ценой торговались. И если возвращаетесь, там, помните, да, годится. Можно еще поторговаться. Но имейте в виду, что, скорее всего, уже не получится. Если вы вернулись, значит, вы, по сути, готовы купить по той цене, на которой остановились. Лучше уже тогда либо в следующей точке торговаться, либо уже покупать по этой цене и идти дальше. Чувак встал. Красава. Все, покидаем Шанхай. Идем в Гуанчжоу. И нас ждет поставщик, производитель наших алюминиевых рам. Вообще, конечно, переезды по Китаю это отдельная тема. Отдельного выпуска, отдельного мастер-класса. Отдельной статьи, как минимум. Потому что Китай большой. Вы должны это понимать каждый раз, когда что-либо планируете. Получается, что оптимально составить маршрут. Оптимально составить переезды между перелеты, между городами. Плюс сделать это так, чтобы не потерять время рабочее. Максимально эффективно использовать все время. Это одна из приоритетных задач тоже. Второй раз уже такая ситуация. На самом деле сейчас уже автоматизирована полностью процедура. Когда ваш багаж проверяется прямо на входе. И если что-то находят, буквально минута-две, и вам говорят, что у вас в батарее или что-то, что нужно выложить, проверить. Например, забыли выложить мобильный телефон из второго чемодана. Который уже упаковали в другой чемодан. Это, конечно, круто. И это намного лучше, чем как было раньше, когда просто выкладывали пауэрбанки, оставались в Китае, а потом вам нужно было придумывать, как их отправлять. Оказывается, вот, уточнил еще своего товарища, изменение билетов, скажем так, в том, что вы уже не можете доехать без места, если у вас есть билет на ближайший поезд чуть раньше или чуть позже, оно уже не работает. Проверено в Шанхае, проверено в Шэнжэне. Может временно, может навсегда, кто знает. Субтитры подогнал «Симон»